Банковский сотрудник Артемий Кустов наводит порядок на газоне в Ботаническом саду. Он стал участником экологической акции, потому что уверен, природа нуждается в особой заботе. Также мужчина рассказал, что в ближайшее время на средства компании при поддержке клиентов высадят новые деревья. Очень часто бывают пожары, природа гибнет, поэтому нужно прикладывать усилия, чтобы возобновлять ее или поддерживать хотя бы. Экологическая акция в Ботаническом саду прошла в преддверии дня особо охраняемых природных территорий в Самарской области. Ежегодно волонтеры и сотрудники Министерства лесного хозяйства убирают участок недалеко от Московского шоссе. В будущем он станет научной зоной. Здесь будут высажены редкие растения, которые пока хранятся в питомниках. Для этого участок нужно привести в порядок. Ну и вообще заросли, они, конечно, не нужны. Там очень много посторонних пород, которые являются сорняками для Ботанического сада. Они просто забивают растения, которые находятся в коллекции, находятся у нас на финансовом даже учете каждое растение. И для того, чтобы нужные растения произрастали свободно. Особо охраняемые природные территории – важнейшая составляющая богатства и региона, и страны в целом. Наиболее значимыми в сфере охраны окружающей среды являются мероприятия, направленные на обеспечение режима охраны и функционирование таких территорий. Их мониторинг – ведение Красной книги и государственного кадастра регионального и местного значения. Самое главное – помнить, что человек запоминается тем следом, который он после себя оставляет. И чем оставлять после себя отходы и вытоптанную, выжженную землю, гораздо лучше оставить после себя цветущий сад. На сегодняшний день в Самарской области сформирована уникальная сеть особо охраняемых природных территорий. Жигулевский заповедник, национальные парки Самарская Лука и Бузулукский бор, 211 памятников природы регионального и местного значения, а также Самарский ботанический сад, за которым сегодня и ухаживали волонтеры. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев. События.